всем добрый день меня зовут сегодня мы с вами поднимемся по настройке и термина 20 как он строится там есть несколько и комплектации fmg 920 но также есть и fm 520 все они примерно работают одинаково настройка происходит одинаково поэтому хожу я вам главное отличие как с ними работать прежде чем уже прошу вас на мой канал также поставить лайк если будут у вас комментарии или услуги сервера мониторинга можете обращаться комментариях под видео либо в контактах указанных на моем канале и мы пройдемся по всем параметрам которые здесь можно указать и самое основное что мы посмотрим до 1 это указывается пароль можем указать любой пятизначный пароль например 12345 либо любой другой который есть но сейчас расширили возможность до создания десятизначных паролей то есть терминал потом взломать уже невозможно потому сложность пароля очень большая можно уже дальше идет системный настрой и это открыто стандартный настрой который у нас есть из этих всех настройки я бы вам рекомендовал сделать что выбирается описывать точки всегда заряжаться всегда и режим работы терминала дизайпл это отключить режим сна рекомендую вам использовать всего лишь два режима либо gps лип либо дизайпл дипс лип он уйдет в глубокий сон если машина стоит нами все таки рекомендовал бы вам только два этих варианта и если дипс лип нужно чтобы для экономик именно времени это самое основное что настраивается здесь потом дальнейшем gps настраивается apn и настраивается сервер а в apn вы что указываете 80 того как у вас про траказывает их и данные например если это мтс то интернет . мтс . ру мтс мтс интернет и если мегафон тут указа интернет джи дата джи дата если это белойн то интернет . белый руби лайн белойн есть у вас там другой какой-нибудь line до тукас с н . и е пробел пробел то есть пустой пустой либо интернет . мт . ей пустой пустой указывается сервер оказывается ну указывайте какой у вас есть вы можете тут указывать как айпи адрес так и днс имя например виолона айпи адрес 185.213 1.4 а днс имя у него такой на 2 . и с джи сэм . ур разница как будет работать а 21 3 за 28 если не ошибаюсь порт утил тоники протокол не трогать такой из хотите сэкономить трафика переключаете на перед передачу также можно строить работу на второй сервер тут сколько режимов работы это отключенный дубль то есть полностью отправлять точнее отправлять из на этот сервер если не можешь отправить на этот сервер и полностью отправку пакетом сразу на два сервера работает настраиваться до точно так же как и тут тут я вам совет указывать для того чтобы терминал всегда был сети максимальное значение который тут есть высвечиваться в инструкции ставить всегда отправлять сначала новый все тут на этом плане мы за касается настроек стоянки тут есть когда передавать точки и стоянка есть движение я вам покажу наиболее уверены стройки вы уже можете там играться сами с ним время укажется в секундах и настройки позволяю сократить количество точек и и том чтобы у вас был еще хороший очень хороший потому что если вы сделаете настройки например слишком слишком сильно вот тут вот его сделайте застроить это вы получите очень некорректный трек вот примерно вот в таких вы получите вот тут хороший корректный трек а в этих местах вы сможете сэкономить уменьшив трафика два-три раза если например вас есть какой-нибудь казахстан симка выехала вполне возможно у вас симка может нажрать на 15-20 тысяч рублей вот это вот поможет вам минимизировать расход что можешь нажать что касается и смс можно установить логин пароль до либо специально авторизируем номер за и забить авторизированные номера либо предпочтительные номера которые вас есть смотрите зовут сюда на забивайте номеров то вы только с них можете отправить смски поэтому поаккуратнее вас этой функции тут также еще дополнительные функции которые мало ли вы будете использовать но их можно использовать события по звонку джимс джимс оператора сейчас уже все автоматически определяется может не чуть не забивать есть также сценарий сценарий у нас есть под и к экодрайвинг превышение скорости определение глушения контроль под аутом от звонка иммобилайзер функцию можно настроить да тут есть функция настройки иммобилайзера вы можете купить специальную метку метки также продаются у нас и если машина не если трекерами нашел метку он вам не даст завести шину это самое первое также есть настройки определения скорости вот сюда вот точнее расхода топлива нужно забить очень аккуратно данные очень выверены чтобы он считал боль приблизительно правильно все вот эти вот там расход висит расход поплеванную также контроля у выхода можно уже нас есть еще дополнительный сценарий настройки по акселерометру тут есть пацию удар стиль вождения можно сделать из на что усман очень большой недостаток что все уведомление вам будет приходить в смс следственно это приходится на один номер это работа для одного номера это расходы если нас не если сделаете очень чувствительные настройки вы потом разоритесь на этих симках более если там надо терминалах поменять это одно с и на большом количестве терминалов точно так настраивать все довольно просто тут уже за вас сделаны средние настройки вам только чителов приоритет и вот тут вот выбрать номер телефона куда отправить его тут сообщение отправить либо написать собственное сообщение будет сюда дополнить текст и отправить все на этом ваши какие действия руки вот эти все сценарии заканчиваются потом есть у нас авто геозоны и мануал по геозону можно разные события настроить в зависимости от геозон и функция интересная довольно бесполковая почти для всех как виолон как скан gps там как другие сервера что мы используем не совсем испорт и также для трипадонометра инструкция уже довольно бесполезных кому-то даже есть настройки bluetooth а дату смотрите и режима работы выключен включен скрытка ученую виден это особенность такая работа можно также подключаться есть такая штука как млс 327 к ней можно подключаться по оба д и брать с нее данные можно также сюда подключить кстати гарнитур и разговаривать там или расхода но делать этому еще дополнительные настройки датчиков есть беспроводные датчики так и и бекон метки ну и маячки такие специальные которые бекон работам тачки специальные дачки угла наклона дачки температуры дачки да короче все чего можно угодно можно тут открыть это песня и создать датчик основе там есть 32 у них есть уже bluetooth модуль уже встроенный можно сделать собственная и бекон режим работы то есть то что гораздо вообще сделать легко кстати вот на основе вот этой вот именно вещем и бекон лист листа как раз и делается настройка мобилайзера делается на довольно просто если терминал видит метку подает сигнал на даут и должно то есть замкнуться реле либо наоборот терминал размык а это терминал размыкает реле если он не видит метку сон видит метку он выключает выход работает все довольно просто но и сумме сеть батарейка садить именно через полтора года о надо поменять батарейку все будет работать по настройкам того что мы отправляем на сервер все довольно просто тут подписано что мы отправляем в этих настройках нету смысла что-то настраивать еще дополнительно что мы отправляем но я бы вам смотреть что посоветовал для того чтобы мы могли например по лбс данные то тут можно включить gsm-sl gsm-sl что можно смотреть и также включить вот эти значения а и еще раз напомню что эти вот эти снизу значения можно включить но не особо смысл их включать и по работе еще что настраивать тут настраивается дельта работы и какие нужно события делать подправки смс есть такая вот очень интересная функция как смотрите как мониторинг есть вот мониторинг либо при изменении то есть просто посылать когда записка . либо при изменении вот смотрите у нас есть gsm-input у него два значения 0 и 1 сразу она не меняется поэтому тут очень и дико аут вот она тоже часа не меняется у него значение 0 либо 1 тут стоит очень чего тут аналога у него измерение идет от 0 до до 30000 она может меня поэтому ни в коем случае не ставьте он чейндж вы разоритесь на травке сами и долго будете работать так что же можно строить смс кино на забить туда а который предпочтитель для работы все больше у вас ничего вот тут и настраивать ничего можете не трогать вот по примеру вот зажигание да он чейндж и момент движения тоже он чейндж по акселерометру смысл какие-то данные больше еще что-то посылать в данном виде вообще нет а если будете посылать например там биокон метки то они автоматически будут пакеты еще очень интересная штука для работы с кончен и да я уже сказал что можно через занималась а совсем через будет читать данные скан шины автомобиля то тут вот смотрите выставляется просто значение да в зависимости сначала сканируем машину и смотрим какие данные у нас просто приходит то есть когда будем мы смотреть у нас будут будут меняться данные когда мы подсоединимся к устройству вот что у нас меняется то и ставим ставим лов чтобы посылать не советую вам ставить вообще вот менять на очень вообще не советую потому что данные могут меняться с колоссальной скоростью а вот это вот не строить просто у вас будет такое количество записи . что опять же это будет очень-очень-очень много событий запись будет очень много срабатывать и более машинка там например едет по 120 лет в час мне . записываться при тех при этом режиме где-то каждые три секунды а машина успевает приезжать примерно метр по 40 по 50 что тоже очень актуально для работы поэтому сначала можно включить все посмотреть что грузится или просто подключиться посмотреть что работает что грузится и потом нажать ловы и сохранить эту настройку для машин вот так можно настроить еще на двадцатом коншину и работу с коншин надеюсь информация вам будет было это полезно благодаря вас за внимание не забывайте мой канал поставить лайк если будут комментарии или будут вопросы пишите всем удачи